здравствуйте дорогие друзья у нас с вами очередная передача из цикла ротари и ротарианцы у нас в гостях представитель ротари клуба львик княжей евгений вдовенко здравствуйте в день здравствуйте владимир евгений львов считается историческим центром или началом ротарианского движения в украине скажите пожалуйста во львове много ротарианцев много ротари клуба львов действительно самой самое начало ротари в украине первый клуб ротари клуб львов восстановил свой клуб который существовал еще во времена польской империи речи посполитой это произошло 21 год назад и сейчас львов уверенно лидирует среди ротари клубов в украине 6 ротари клубов я представитель самого молодого ротари клуба украине очень хорошие люди большие традиции принципы роторе состоят в том что сначала ротари клуб должен появиться первый ротари клуб именно в столице поэтому хотя все движение по восстановлению ротари движения началось именно во львове первый клуб открылся в киеве и следом за ним открылся клуб во львове сейчас во львове 6 ротари клубов есть самый старый я представитель самого молодого самый молодой клуб львик княжей в каком году он образовался в 2012 году мы получили чартер причем если 23 февраля это день рождения ротари то 8 марта так по стечении обстоятельств мы получили из соединенных штатов свой чартер и поэтому 23 февраля и 8 марта у нас таки двойной двойной праздник есть что праздновать жени вот вы говорите получили чартер из соединенных штатов америки что ротарианское движение тоже в соединенных штатах вроде бы началось и у людей может создаться некое впечатление что это вообще что-то так сказать что продвигает какую-то западную традицию что несет в себе вот отпечатки запада скажи пожалуйста при том что ротарианское движение оно всемирное оно унифицированное или все таки в каждом клубе в каждой стране ротарианское движение оно отображает и внутренние вот свои национальные черты и качества владимир я хочу сказать что даже в самом львове попадая из клуба в клуб все клубы очень разные и я путешествую очень много и был в очень многих странах и встречался очень со многими ротарицами в каждой стране это уникальное то есть единственное что объединяет ротарицев это служение идея служения идея помощи например перу в столице в лиме я побывал очень уникальным клубе в свое время которые были они позиционировали себя как единственный англоговорящий единственный утренний клуб который встречался замечательные люди то есть это да каждый клуб у них уникален несмотря то насколько где она образовалась ротари откуда оно пошло где и штаб-квартира но все все уникальны вот мы говорим что так сказать общий для артарийского движения идея служения вот общий девиз ротарианский какой служение превыше себя превыше личных интересов и мой путь личный мой в роторе был как раз именно с этим связан то есть когда я начал заниматься тем чем занимаясь сейчас и повез своих первых людей мы оказались в лаосе один достойник сказал мне евгения как вот такое получилось ну на мой взгляд ваши деньги уже давно закончились верну тут есть другой момент кроме денег есть еще момент помочь людям познакомить из какой-то неизведанной культурой которую они видели вот какая-то идея служение и он сказал мне ну тогда вам вам к нам на в ротари так принципе я сюда и попал